Украинская победа в Каннах. Режиссёра Сергея Лозницу назвали лучшим режиссёром в фестивальной программе «Особый взгляд». Именно его художественный фильм «Донбасс» открывал программу. Эту картину снимали совместно Германия, Украина, Франция и Нидерланды. И основана она на реальных событиях. В широкий прокат Донбасс должен выйти уже в этом году. Украина с каждым годом становится всё интереснее для европейского кинорынка. Только в этом году от нашей страны в Канны поехали около сотни представителей. И для многих этот визит стал более чем успешным. Итак, что происходит в Каннах, расскажет Елена Абрамович. Первый после 70-летнего юбилея Каннский кинофестиваль начался необычно. Не в среду, как всегда, а во вторник. Но это не все новшества. На красной дорожке запретили снимать селфи. Перестали устраивать журналистам допремьерные показы. В жюри рекордное число женщин. А глава судей, актриса Кейт Бланшетт, возглавила ещё и феминистский митинг. На этих ступеньках сегодня стоят 82 женщины. Это женщины-режиссёры, которые поднялись по этой лестнице с первого выпуска Каннского кинофестиваля в 1946 году. За этот же период по этим же ступенькам поднялись 1688 режиссёров-мужчин. За равные с мужчинами права и гонорары, а ещё против насилия. Это главная идея демонстрации. В Каннах даже горячую линию открыли для жалоб в свете последних сексуальных скандалов в Голливуде. Но подпортила картину защиты женщин кинолента скандального Ларса Фон Триера о серийном убийце. Фон Триер – известный провокатор. Его фильм «Дом», который построил Джек, включили только во вне конкурсную программу. Картина вызвала много шума. Десятки зрителей покинули зал во время сеанса. Некоторые критики назвали этот триллер мерзким. Другие настаивают. Картина не о насилии, а о паранойи, в которую превратилась эта борьба за права женщин. Люди, как серийные убийцы, совершают множество преступлений под прикрытием гуманистических идей. А больше всего оваций получили фильмы француза Степана Бризе «На войне» и россиянина Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое. Во время презентации место Серебренникова пустовало. Режиссер под домашним арестом из-за подозрения в растрате госсредств. А на вопрос, таким ли был Цой, пришлось отвечать Тео Ю, исполнителю главной роли. Я знаю, что Виктор Цой не так известен на Западе, но в России живут больше 140 миллионов людей со своим субъективным мнением о том, кем был этот парень. И это огромная ответственность. Я уже не говорю о постсоветских странах. И это был, так сказать, мой крест. Потому что для них это все равно, чтобы я сыграл Иисуса. Понимаете? Украинские фильмы «За пальмовую ведь» в этом году не борются. Сергей Лозницов в Канны приехал с картиной «Донбасс», которая открыла вторую по важности программу. Особый взгляд. Фильм основан на реальных событиях. Через этот фильм, я уверен, больше понимают про все то, что там происходит и на кого перетворяют людей, вот эта врага, чем когда иноземцы это пытаются через новины или через какие-то статьи в прессе как-то доносить все то, что происходит с Украиной. Другую Украину показали в фильме «Женщина на войне» совместного производства с Францией и Исландией. Картина получила награду за лучшую музыку. На холмах Исландии поет украинский хор. Музыка в фильме «Полноценный герой». Режиссер-исландец Бенедикт Эрлихсон вначале подумывал вместо Украины пригласить к сотрудничеству Болгарию. В какой-то момент они подумали, что Украина не способна реализовать такой европейский проект. Нам удалось их переконовать. Мы вернулись к государственной агентству питания кино. И наш проект получил поддержку на 10-м пичингу. Госкино в прошлом году вложило в украинские фильмы 500 миллионов гривен. Почти вдвое больше, чем в предыдущем. И это принесло результаты. В радянские часы на двух студиях, на студии Довженко и в одесские студии, снимались 50 в однонатажных фильмах. Были часы кризи, когда снимался один фильм. Сегодня уже больше 30 фильмов снимаются. Працует очень ретельная комиссия. Глава кинофундации Андрей Халпахчи рассказывает. Почти за 30 его поездок в Канны бывали случаи, когда здесь он был один. В этом году на фестивале около сотни украинских киношников. И на других смотрят, и себя показывают. Режиссер Марина Степанская продала права на свой фильм «Стремглав» сразу нескольким странам. После Карлова хвары, кольких наград на фестивалях, остальная была, например, план Франции, уже что-то вважает фильм. И сейчас намного простейше было селзам нашим продавать его. Насколько я знаю, они в Китае, по-моему, продали. Это очень все рады завжди, когда в Китае продали, знаете. Потому что это большая аудитория и деньги. А Марисия Никитюк поучаствовала с проектом «Серафима» в программе для молодых талантов от Госкино Франции. Говорит, Украину в Каннах воспринимают хорошо. У страны уже есть репутация. Мы были встречи с тижнем критиков. И они, конечно, сразу увидев нас, сказали «О, мы помним, мы знаем Мирослава Слабошпицкого, мы ждем от Украины новых сюрпризов». Ну а на этом кинофестивале времени для сюрпризов осталось мало. Его последний день уже завтра. Тогда и узнаем, кому достанется золотая пальмовая ведь. Елена Абрамович, Евгений Каминский, Канны, Франция. Европейское бюро телеканала Интер.